Здравствуйте! Это программа День здоровья. Меня зовут Мария Ремезова и сегодня в выпуске мы поговорим о юбилее известного анестезиолога-реаниматолога, о мастер-классе от французского профессора, а также о том, как справляться со стрессом. Медицинские службы Тобольска в полной готовности к паводку. Сотрудники областной больницы номер 3 обходят дома, которые находятся в зоне возможного подтопления. Вместе с волонтерами из Тобольского медицинского колледжа они собирают информацию о жителях, кому может потребоваться специализированная помощь, если придет большая вода. А также предлагают пройти вакцинацию. Подробности у моих коллег. Здравствуйте! Областная больница номер 3. Мы пришли с вами побеседовать. Как вы готовы? Знаете ли вы, что ожидается паводом? Дома, которые находятся в зоне возможного подтопления, тобольские медики обходят с волонтерами. Жителям вручают памятки о действиях в случае чрезвычайной ситуации. И собирают информацию о тех, кому может понадобиться медицинская помощь во время паводка. В зоне возможного подтопления очень важно понимать, есть ли у нас там на этой территории беременные женщины, есть ли мамы с детьми до года, есть маломобильные, есть палеотивные. И вообще, что планируют? Они в дальнейшем уехать куда-то, они будут размещаться в ПВР. Или же, допустим, беременную на поздних строках мы готовы сегодня забрать в перинатальный центр, ее дородово госпитализировать, чтобы исключить какие-то возможные риски. ФАПы Тобольского района обеспечены необходимым запасом лекарств. Также уточняем, имеются ли эти лекарственные препараты в наличии с запасом. Если у кого-то из пациентов они заканчиваются в ближайшее время, мы обязательно их обеспечим на ближайшие два месяца. Один из пунктов временного размещения для жителей Тобольского района развернут в селе Бизино. Готовность ПВР проверил глава Леонид Митрюшкин. Они обеспечены всем необходимым. Завезена бутилированная вода, имеется 66 коек, умывальники, туалет, работает пищевой блок. То есть на трехразовое питание с подвозом горячего питания, с одноразовой посудой. Это будет эвакуироваться в пункты временного размещения. Эту информацию мы передадим медицинским работникам, которые будут работать в этих пунктах, чтобы организовать надлежащее наблюдение за пациентами. Параллельно на зоне возможного подтопления мы работаем с вакцинацией. У нас есть вакцина от гепатита А. Это та инфекция, которая как раз с грязной водой, возможно, придет. Поэтому, чтобы исключить риски вообще инфекционных заболеваний, мы сегодня начинаем активно прививать именно от гепатита А. Открыта горячая линия областной больницы номер 3. По вопросам оказания медицинской помощи в период паводка можно обратиться по номеру 273019. На днях 80-летний юбилей отметил известный анестезиолог-реаниматолог Эмиль Франк. Заслуженный врач России более 50 лет посвятил медицине и стал наставником для многих врачей. Подробности в следующем материале. А в реанимации это секунды даже. Это часы, минуты. Часто секунды решают жизнь. Заслуженный врач России Эмиль Франк посвятил медицине более 50 лет. Большую часть из них возглавлял отделение анестезиологии реанимации, тогда еще в онкодиспансере. Окончил Омский мединститут и переехал в Тюмень. В стране только начиналось становление анестезиологии. Врач внес колоссальный вклад в развитие этой отрасли медицины. Я впервые начал делать катализацию подключичной вены. До меня в области это не делали. Была мечта не только, чтобы больной не чувствовал, но и спал, а чтобы он был в сознании и не чувствовал боли. И вот это тогда тоже впервые в Тюменьской области внедрило педуральную анестезию спинномозговая. Эмиль Франк не только известный анестезиолог и реаниматолог в регионе, но и автор научных статей и даже стихов и поэм. Коллеги знают его как разностороннего, начитанного и талантливого человека. Эмиль Ильич, конечно, это легендарная личность. Различные нововведения, наркозы, седации, обезболивания, иглотерапия. Я вводил новые методики, постоянно чему-то обучался, много литературы читал и внедрял это всё в практику. В нём как-то уживались и доброта, и строгость. Вовремя похвалить, поддержать. За пределами отделения он горой стоял за наш коллектив. Свою супругу Эмиль Франк также встретил на работе. Наталья – хирург-онколог. И сын, конечно, пошёл по стопам родителей. Я лично мог с ним совместно реализовывать сложные задачи. Основное, наверное, что я взял в свою работу, и, наверное, наследником чего не только я являюсь, в целом наше учреждение – это ставить перед собой большие задачи в лечении онкологических больных, не бояться, не жалеть энергии, силы, энтузиазма. Наша жизнь всегда заключалась в обсуждении пациентов. Целый день на работе, а потом и дома, и день, и ночь. Всё время приходилось думать об этом. И неудивительно, что ребёнок-то у нас только в медицину хотел. Эмиль Франк воспитал большую плеяду докторов, которые сегодня работают. А для самого лично, как признаётся врач, выбор профессии стал судьбоносным. В медицине он обрёл не только любимое дело, а ещё крепкую семью и прекрасный коллектив. В 8-й Тюменской поликлинике установили кресло. Не простое, а специальное диагностическое. Пока пациент сидит, оборудование снимает показатели работы сердца. Аппарат не пропустит инфаркт, ишемию и другие острые состояния. Только за один день кресло выявило 13 таких пациентов. Подробнее Дарина Иранцева. Проверить своё сердце теперь можно, не заходя в кабинет врача. Специальное кардиокресло появилось прямо в коридоре поликлиники. Сесть в него может каждый, без направлений и очередей. Обследование занимает не больше минуты. Результат приходит по СМС. Приятно удивлена, да, и очень удобно, конечно, не стоишь в очереди. Результат обследования видит врач. Состояние пациента определяется тремя цветами. Зелёный – здоров, жёлтый – следует обратиться к специалисту, красный – нужна экстренная помощь. Но непосредственно мы внимание обращаем на пациентов, у которых идёт фибрилляция. Потому что это, согласно нашим стандартам, мы даже должны при выявлении госпитализировать этих пациентов немедленно. Также аппарат не пропустит инфаркт, ишемию, блокаду и другие острые состояния. И вообще расскажет врачу, как работает сердце. Посмотреть метки кардиоцикла, правильно и неправильно выставлены здесь. Дальше посмотреть самой КГ, что здесь не так. Это чудо техники придумали резиденты Сколково, презентовали на выставке «Россия» в Москве. Через пару месяцев кардиокресло появилось в Тюменской поликлинике. Результат врачи увидели уже на следующий день. Мы установили это кресло вчера в поликлинике. И за день было 75 пациентов прошло. Просто-напросто сели, внесли свои данные и провели исследование. 13 из этих пациентов, которые высветились красными, которым мы уже оказали помощь и выявили значимые изменения на ЭКГ. В поликлинике кардиокресло простоит недолго. Его планируют поставить в МФЦ или торговый центр, чтобы следить за сердцем тех, кто редко ходит к врачам. Больше 500 пациентов в день проходят через поликлинику в Каскаре. Обращаются сюда также жители из Ямбаева, Тураева и других соседних сел и деревень. Как изменилась жизнь местных жителей с открытием медучреждения, узнала Карина Закирьянова. 4-5 капель в день и пить уже круглый год. Светлана Безбородова пришла на очередной осмотр к эндокринологу. Раньше для этого и нужно было ехать из Каскары в Тюмень. Сейчас достаточно прийти в поликлинику, которая открылась в апреле прошлого года. Даже лучше, чем в городских поликлиниках, хотя бы тем, что очереди меньше, по записи меньше времени ждать. Сегодня можно прийти и на ближайшие дни записаться. В поликлинике работает больше 10 узких специалистов, 3 педиатра и 4 терапевта. Открыт дневной стационар. Валия Курманова приезжает на Капельнице из Ямбаева. Как построили вот эти поликлиники, Каскара вообще, как областной центр становится уже. Очень много сделано здесь, и вот мне нравится в эту поликлинику приезжать. Поликлиника в Каскаре построена в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта здравоохранения, инициированным президентом страны. За три года в Тюменском районе были открыты 4 амбулатории, закуплено медицинское оборудование. По нацпроекту у нас новый аппарат флюорографический, проскан 7000, потом аппарат маммографии у нас по нацпроекту, который у нас функционирует, уже достаточно большое количество пациентов приняло. У нас по нацпроекту идет аппарат УЗИ. В рамках нацпроекта построили амбулаторию в соседних барках. А теперь к новостям мировой медицины. Ученые научили нейросеть выявлять онкологию по медицинским изображениям. Разработанная компьютерная программа способна в автоматическом режиме проводить сегментацию гистопатологических изображений толстого кишечника, а также классификацию интересующих онкологов участков. Несмотря на эффективность использования искусственного интеллекта в медицине, существует ряд барьеров, связанных с правовыми, нормативными и этическими проблемами. На данный момент в медицине нейросеть используется лишь для подтверждения решения, принятого врачом. Ученые Китая обнаружили в какао вещество, спасающее от ожирения и болезни Альцгеймера. Тиабрамин в большом количестве содержащийся в какао-бобах обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья. Он помогает бороться с ожирением, препятствует возникновению камней в почках, улучшает состояние печени и даже замедляет старение мозга. Тиабрамин обладает значительным потенциалом в области профилактики инсульта и кровоизлияния в мозг, снижает массу тела, вес печени и улучшает ее морфологию, а также способствует регуляции липидного обмена. Эндокринологи посоветовали относиться к сыру как к десерту. Сыр является неплохим источником белка, но объем пользы зависит от сорта. Лучше выбирать нежирные сорта. Сыр достаточно калориен и содержит много скрытой соли, поэтому на него нельзя налегать. Сыр – это не про насыщение, а про вкус и удовольствие. Есть его кусками врачи назвали плохой идеей, тогда как ломтик сыра за завтраком поможет организму получить свою долю белка. А мы ненадолго прервемся. Во второй части программы поговорим о том, как справляться со стрессом, о мастер-классе от французского профессора и обучении детей с нарушениями слуха. Скоро вернемся, не переключайтесь. Алексей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. В наше время очень большой поток информации через телевидение и интернет. Нужно ли его ограничивать? Действительно, мы живем во времена, где одно из стрессовых воздействий – это информационное давление. Я бы даже сказал, что токсическая информационная среда. И накладываясь вместе с экологическими вопросами и другими, это оказывает повышенные требования, повышенные воздействия на здоровье человека. И чтобы с этим справиться, действительно, надо ограничить эту нагрузку. Первая задача – это понять, что самой стабильной характеристикой сегодняшнего дня являются постоянные и непредсказуемые изменения. И если мы хотим выжить в этой среде, мы должны понимать законы этого времени. Это первая задача. Второе уже – надо понимать, что человеческий организм – это биологическая машина, но она биологическая, и она требует помимо режима работы, режима отдыха. Наверняка очень важным фактором является сон. Вокруг этой темы очень много мифов. В итоге, сколько необходимо спать, когда ложиться, и по возможности, необходим ли сон дневной. Самым мощным, сильнейшим и безопасным средством является хороший сон. Если бы создали, кто-то мог создать лекарство, сопоставимое с эффективностью хорошего сна, эти компании разбогатели бы мгновенно. Но, к сожалению, очень много людей страдают от трудностей засыпания, частых пробуждений или ощущения разбитости после времени, проведенного в постели. Это действительно стало проблемой. Поэтому это не миф, что нарушение сна вызывает нарушение. Не вызывает. Одна бессонная ночь вызывает нарушение экспрессии более 700 генов человека. И это дорога к самым разным хроническим заболеваниям, нарушению трудоспособности и так далее. С другой стороны, хороший сон – это вакцина от болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых нарушений и спокойного состояния ума. Как можно лечиться с помощью природных факторов? И если мы поставим на карту разный подход к оздоровлению, внутривенные инъекции, какие-то операционные вмешательства и соединение с природой, вот это соединение с природой выиграет этот конкурс, это соревнование с очень большим отрывом. И сегодня есть исследования, очень серьезные, на молекулярном уровне, которые показывают, какие изменения происходят, когда человек прогуливается по лесу, дышит низированным воздухом, слышит звуки пения птиц, наступает на шероховатую поверхность леса, поворачивает по неожиданным поворотам. Если сравнить эффект вот такого воздействия по сравнению с бегом на трид-миле в спортивном зале, то опять же с большим отрывом выиграет эта прогулка по лесу, на втором месте по парку, и на третьем месте это просто по тихой городской улице. Первыми показали нам этот путь японцы. Японцы давно знали, они любовались на Фудзияму, у них есть ассоциация лесотерапии, где очень серьезно относятся к этому. У нас тоже в свое время было санаторно-курортное лечение, где это очень ценили. Сейчас их осталось очень мало, таких комплексов. Слава Богу, в Тюмени и санаторий Сибирь, где удалось сохранить этот массив леса с уникальными свойствами воздуха, была проведена специальная биологическая экспертиза. Качество воздуха. Этот воздух сопоставим с лучшими горными районами Швейцарии и других мест, где имеются вот эти лечебные природно-климатические факторы. Алексей Борисович, что такое архитектура здоровья? Архитектура здоровья или здоровительная архитектура – это проектирование среды, когда стены лечат. То есть когда вы находитесь в пространстве, и та зрительная информация, которая в вас заходит, она вызывает ощущение умиротворения или воодушевления. Вы помните времена, когда художники ездили в Италию, чтобы насмотреться на что-то красивое, потом они могли творить. Эта идея сохраняется и сегодня. И есть такая Международная академия дизайна и здоровья. Совместно с нашими институтами шпинарной медицины мы разработали такую программу по проектированию здоровой среды. Это касается дома, квартиры, офисного пространства, то есть всего, что можно построить. И проектирование по этим принципам здравительной архитектуры повышает показатели здоровья и работоспособности человека. То есть это такой универсальный комплекс, как для визуалов, так и для аудиалов. Совершенно верно. Для каждого человека. Совершенно верно. Потому что наше воздействие, оно многоплановое, и тактильное, и сенсорное, и эстетическое, и визуальное. И среда дает всем этим. Опять же, мы переходим к теме природы. Вот это цвета природные, смена световых режимов, температурные эти мягкие переходы, формы, соразмерность. Это все факторы, которые влияют на наше самочувствие и, соответственно, на здоровье состояния иммунной системы, прежде всего. И, как следствие, на нашу работоспособность, продуктивность, самочувствие. Как раз вы затронули тему иммунной системы. Но помимо иммунной системы на наш организм влияет эндокринная, нервная системы, и они вот в таком комплексе оказывают воздействие на нас. Как нужно себя вести, как организм так должен выстроиться, чтобы это все было во благо? Наконец, сегодня мы поняли, что желудочно-кишечный тракт, иммунная система, нервная, эндокринная – это не отдельные какие-то части КАМАЗа, а единое целое. Для того, чтобы все было гладко, чтобы мы хорошо себя чувствовали, нужно всего-навсего сбалансировать взаимодействие между этими системами. Не просто в управлять анализах гормона, как сегодня пытаются иногда, или какие-то железо повышать его уровень, или приседать часто. Важно понять, какое это воздействие в целом окажется. И оказывается, что когда мы активируем парасимпатическую систему, специальные техники, дыхание, специальные упражнения, специальные программы, в том числе в санатории Сибири, специальный комплекс, разработанный совместно нашим институтом и спинарной медицины с ведущими экспертами, и практик, упражнения, процедур, которые как раз улучшают вот эту нейроиммунно-эндокринную регуляцию. И после такого тренинга повышается жизнестойкость. Алексей Борисович, расскажите, пожалуйста, как справиться со стрессом людям, которые подвержены ему, и которым очень сложно расслабиться? Прежде всего, они должны понять, что они хотят от себя и от окружающей среды. Хотят ли они жить дальше и подумать, что будет, если они сорвут состояние своей иммунной системы, если они заболеют. Это потребует времени для сдачи анализов, для компьютерной томографии, и они не смогут работать. Потом будут родственники их навещать в больницах. Другой сценарий, когда они могут предотвратить эту ситуацию, но это потребует времени, регулярного времени для занятий собой. 5-7 минут в день для настроя для следующего дня и 2-3 раза в неделю регулярные занятия с собой, своим телом, своим умом. И хорошо бы профилактически 1-2 раза в год выезжать из места пребывания, где вы можете вообще провести эту ТО своего организма, перезагрузиться, где могут специалисты посмотреть ваши слабые звенья, воздействовать на них, чтобы повысить вашу резилиентность, как сегодня говорят, и стрессоустойчивость. Есть техники управления стрессом. Санаторий Сибири, специальные программы, где обучают этим техникам. Можно просто дать ноты. Сейчас в интернете вы найдете любую информацию, как справиться со стрессом и так далее. Но не всегда ноты помогают играть на фортепиано. Нужно, чтобы кто-то сидел рядом и сделал первые шаги, дал вам несколько уроков. Вот такие вот программы мы разработали. Алексей Борисович, большое вам спасибо за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам. Здоровья, счастья и любви. Анестезиологи со всей страны, от Калининграда до Владивостока, собрались в Тюмени на конференции. Практический мастер-класс провел французский профессор прямо в операционной. Подробности далее. Впереди у Светланы серьезная операция, но врачи не собираются давать ей общий наркоз. Они демонстрируют возможности регионарной анестезии. Проще говоря, замораживают нервы прямо рядом с опухолью. Объясняю вам суть предстоящей процедуры. Вы у зубного врача были? Конечно. Что вам делал зубной врач перед тем, как начать лечение? Совершенно верно. Анестезию. Здесь, конечно, все гораздо сложнее. Нервные стволы блокируют под контролем УЗИ. Мастер-класс сегодня проводит французский доктор. Во время анестезии он предлагает пациентам надеть наушники и послушать музыку. Говорит лучше всех, успокаивает Бах. Это лишь один из элементов терапевтического общения с пациентом, потому что у человека, у пациента имеется душа. И у души есть уши. И музыка способствует тому, что у пациента уменьшается чувство беспокойства или же страха. Впрочем, бояться пациентам нечего. Регионарная анестезия куда безопаснее общего наркоза. Регионарная анестезия снижает риск рецидива и метастазирования опухоли. Это доказано давно. С полной уверенностью можно говорить, что это лучше для пациента в любом случае. Плюс еще к тому же регионарная анестезия снижает риск вообще умереть от операции. Это позволяет гораздо быстрее ставить пациента на ноги, условно. Действительно, фарм нагрузка при использовании регионарной анестезии в плане ксидатиков, гипнотиков, анальгетиков гораздо ниже. После укола пациенты перестают чувствовать боль, но все равно просят усыпить на время операции. Сергей на себе прочувствовал действия регионарной анестезии. Не больно. Единственное, когда вывели лекарство, почувствовал немножко тепло, которое распорядилось по ноге. И потом, когда уже вступила анестезия, как будто ногу отсидел. Кстати, Сергея привезли из операционной пару минут назад. Ему не нужно отходить от наркоза. После такой анестезии пациенты могут пить и даже есть. Некоторые сразу после операции просят угостить их чашечкой кофе. Как развивать ребенка с нарушениями слуха? Куда отдать учиться, если возраст приближается к школьному? И где получить диплом о среднем или высшем образовании? Получить ответы на эти вопросы родителям особых детей помогает проект «Смотри на меня, как на равного». Его реализует местное отделение общества глухих при поддержке фонда президентских грантов. С подробностями Анастасия Лизаревич. Маска у лица учителя называется «экран». Слабослышащие дети хорошо читают по губам. Поэтому педагог их прикрывает. Ведь задача – развить слух. В 77-й Тюменской школе для глухих сегодня 125 учеников. В Ишимской школе-интернате 63 особых ребенка. Мир среднеспециального образования для них также открыт. В регионе 14 колледжей, которые работают в инклюзивном формате. Ребята, всем здравствуйте. Сегодня мы с вами решаем итоговый тест по основам спортивной тренировки. Для Михаила я продублирую все, что я сказал. Студент колледжа производственных и социальных технологий Михаил Щукин – слабослышащий. Педагог Андрей Ирачев языка жестов не знает. Проблему коммуникации помогает решить специальное оборудование. С помощью данного приложения, данного планшета, мы с Михаилом общаемся по поводу либо заданий, либо каких-то дополнительных моментов в процессе нашей пары. Да, планшеты очень выручают на парах. Также у нас в колледже есть сурдопереводчики. Проблем в обучении вообще нет. Для таких, как я, созданы абсолютно все условия. Учиться здесь легко и классно. Есть у нас также звукоусиливающее оборудование. Это система «Роджер». Это оборудование «Санет». Это тоже звукоусиливающее оборудование. Оно чуть-чуть более старого поколения, но тоже зарубежного производства. По программе «Доступная среда» колледж закупил оборудование для глухих на 9 миллионов рублей. Оно помогает особым студентам получать знания. Ребята выбирают столярное и сестринское дело, учатся на садовников, поваров, пекарей, парикмахеров и портных. За последние пять лет вообще и в регионе выпустилось студентов с нарушением слуха 61 человек. Конечно, мы говорим о том, что мы их социализируем. Студенты с нарушением слуха занимают призовые места на чемпионате Обилимпикс. За три года 22 медали. Одна из победителей – Анастасия Шилова. У нее золото на местном этапе и бронзовая медаль на национальном. Девушка отличилась в компетенции карвинг. На арбузе я вырезала космические цветы – розы, лилии, георгины. Капусту, манго и виноград я превращала в чудо картины. Когда стала победителем, было ощущение счастья. В Тюменской области глухие ребята могут получить и диплом о высшем образовании. Сегодня в госуниверситете из 120 студентов с инвалидностью шестеро слабослышащие. Юриспруденция, биоинженеринг, IT-технологии, психология, физкультура и спорт – направления разные. Они имеют несколько льгот при поступлении. Во-первых, они поступают в рамках особой квоты. Это 10% им выделяется, и они там соревнуются между собой. В области делается все, чтобы барьеров в процессе обучения не было. Абитуриенты с нарушением слуха, как и все, могут подать документы в ВУЗы сразу по пяти направлениям. Приемная кампания стартует 20 июня. На этом наша программа завершается. Уже скоро мы вновь вернемся в студию, чтобы поговорить о здоровье и о том, как его сохранить. С вами была Мария Ремезова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин